Одесса! 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 24 и 25 августа 2018 года Дизель Шоу приезжает в Одессу Чтобы дать аж два концерта Такого вы еще не видели Новая программа! Новые щуки? Приходи на наш концерт 24 и 25 августа Мы будем ждать именно тебя И не забудьте сделать репост в твои видео Чтобы не пропустить Одесса! Мы ждем вас на Дизель Шоу! Шагай! Шагай! Что вы делаете? О! Ты что, Дракулу поймал? Да ты прикинь? Эти карманники вообще обнаглели Пошел сыном в цирк Так вот этот меня кошелек увел Прямо на сцене 400 человек свидетелей Вот это ты попал Я вам уже объяснял Я фокусник Вы просто не досмотрели фокус Я бы вернул вам ваш кошелек Кража у сотрудника Это тебе не шут Это залет Ну сколько вам раз говорить Мы приехали с цирком На гастроли в ваш город Вот так и запиши Гастролер Кличка Фокусник Что? Слышь, может кандалы на него наденем? Пока он тут что-нибудь не спер Вот это правильно Рокия! Рокия! Ну пожалуйста Ну что, фокусник Как тебе такие фокусы? Отлично У меня такие фокусы А как у тебя получилось? Я вам объясняю Я фокусник Вот ваш кошелек Проверьте Все на месте Тьфу Триста гривен не хватает Что? Шестьсот Шестьсот Ну ладно Вот пожалуйста И кольцо золотое мне пропало Вот это О, мое Что? Ага, вот то Ну, Стас Все? И браслетик вот этот С камушками Да-да, вот с черными каменьями Ага Тоже ваш, да? Мой Ну пожалуйста О! Все? Я могу уйти теперь? Больше ничего нет? Больше ничего Точно? Точно Ну тогда ими Правда? Да Ой, спасибо вам Спасибо вам большое Все, пожалуйста Спасибо Пожалуйста Пожалуйста Уютный красавчик Развел его как лоха Без лоха жизнь плоха А ну ста Возьми его Нахрена ты его вообще в отделение привел? Ну братик Ну я же тебе говорю Что я за хлебушком выходила Ага Да В три часа ночи На объездной За хлебушком Ты что у камазистов хотела зерна отсыпать? Товарищ лейтенант Вы нарушаете права человека Согласно статье 29 Конституции Украины Вы не имеете права задерживать меня Без мотивированного решения суда Я между прочим Не совершила никаких противоправных действий Игоревна У меня несколько клиентов Верить с ними работает Так вот Я имею право На телефонный звонок Это раз И требую Чтоб мне сообщили Причину моего задержания Слышь ты умная сильно, да? Имеет она право Я тебя сейчас поимею Игоревна, учись Слышь ты, баклан недоделанный Ну Да если б не я Ты бы до сих пор сидел на полу И хлеб ширал А не сидел в добре И в тепле Да если я захочу Ты у меня будешь На вокзале Сортиры драют Ты понял меня? И ты через 5 секунд Ты меня не отпустишь Я возьму твою дубитку И мярю тебя, ты понял? Что же вы сразу не сказали Что вы, товарища полковника Знаете? Знаю Что ж слово такое подобрал Знаю Я его очень хорошо знаю А ты, Игоревна Делай выводы С какими юристами О-пщаться Сидеть Товарищ начальник Рамсы ты попутал Вот Хлеб жрать будешь С пола Не верю Давай еще репетируй Давай Рамсы попутал А лучше давай мне про этих Про юристов молоти Про статьи Конституции Так, я сказала Будете орать Поставлю голыми на подоконник Викторович, я же сказала Вашей игрушки здесь нет Где она? Где она? Я уже весь садик обыскал Я уже на кухне был Я уже в каждый горшочек Под каждую какашечку заглянул Нет его Нет ее, где она? Я объясняла Ваш Леша Поменялся Своей игрушкой С другим мальчиком Дети часто так делают Каким мальчиком? Где этот мальчик? Успокойтесь Я позвонила его отцу Сейчас он приедет Первый раз Вижу, чтобы из-за игрушки Так переживали Вот Вот и он Здравствуйте Здорово Вот она Вот Да сюда Алкаш Он целый год игрушку не трогал Я туда решил Заначку спрятать Ну и фантазия у вас Играй себе Я буду сказать малому Чтоб чаще игрушками менялся А лучше не Я его хватну Группу переведу Ну что ты тут с утра своими телесами машешь И уже на работу Все, Викуля Ладно, ладно Ладно, ты давай Не умничай Ну-ка, где гиря моя? Да, гирю не трогай Я ее на кастрюлю поставила Капусту квашу А штанга где? Ну ты же ее в багажник положил Чтоб твоя ласточка плавнее шла по трассе Ну так ясен пень Усиленные рессоры Ну ничего, ничего Настоящий мужик Может и в домашних условиях Мышцы накачать О, как раз хотел его передвинуть Не трогай шкаф, Егор Да что ты боишься Там внутри всего лишь одежда Сейчас широчайшую качну О, Викуля Только сейчас тебя понимаю У него просто божественные руки Вот чуть-чуть ниже Вот тут Здесь там? Да, да, да Викуля Минут тридцать у нас точно есть Идем я и тебе Массаж мы сделаем Давай, ну пошли Эх, я вас сейчас урою Я, между прочим, спортсмен Старший инспектор ПДД Петрыкин Девушка, вы куда несетесь? Там знак 60 километров в час Ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? Сейчас с вами разберутся Началось Давайте, кто у вас там? В серии меня остановили менты Что мне делать? Уточните Новые менты или старые? Старые Поднесите устройство к старому менту Причина остановки Превышение скорости на 70 километров в час Наказание Лишение прав По моим данным Штраф от 100 до 1000 гривен Ты давно правила читала? Секундочку Идет обновление базы ПДТ Долго там еще? Не удалось установить связь с интернетом Вот так вот Начальник, извини Может, как-нибудь договоримся? Это уже другой разовор У нас, между прочим, тоже свои гаджеты имеются Прием Сергеевич А сколько у нас, значит, за превышение скорости на 70 километров в час? Чув Лишение прав на полтора года или тысячу штрафов Спасибо Поняла? Окей Начинаю поезд денег О Тихенько, шо ж вы делаете? Прием Сергеевич А где нам можно в двух поезти и выпить на тысячу гривень? Чув Маршрут построен Два километра прямо затем налево Понял? Все, девушка, счастливого пути Больше не нарушай Дура, ты сильный Что, телку отционалей, что? Да, такая дура вообще Что красиво? Жека? Жека, ты? Ну, что ты на меня смотришь? Тринадцатая школа Одиннадцатый Б Извините Ну, Жека, вспоминай, ну Я ж... Ну, вот так узнаешь меня? О Саня? Ну Саня, дерганный Жека, дрыж Жека, я ж тебя искал Я ж все время Писал тебе, звонил Где ты пропал вообще? Мы ж переехали В центре сейчас живем Ты же... Да, ты изменился Я тебя не сразу узнал Дергаться меньше стал? Ну так Я ж лечился Сейчас дергаюсь Только когда нервничаю Ну, а ты-то сам как? Как? Нормально Дети, женился Я вот Слушай, я в гости Я тебя с женой познакомлю Обязательно приеду Ты что? Ты-то сам как? Да отлично Все у меня Все хорошо Вот, жена моя Яна, познакомься Знакома уже Очень приятно Мне тоже было Яночка, это ж Это Женя Дрыщенко Ну, помнишь Я тебя про него рассказывал Ну, это тот Который мы в компот Пурген подсыпали И он два урока В туалете просидел А вот это мы у него Трусы украли И он пешком Через весь город С лопухами шел Это тот одноклассник Которому вы На выпускном Шампанское Виагру Насыпали Да Вот так Станцевал О Столько лет прошло Ой, Санька Я тебе так скажу Только ты не дергайся Столько лет прошло А Виагра До сих пор действует На троих Здравствуй, доча Здравствуй, доченька Здравствуй Родители У меня есть для вас Очень хорошая новость Неужели всех Стриптизерш уволили А тебя с вами работать Одной в этом клубе Нет Я лечу в Турцию Как в Турцию А работать Мне дали отпуск Я буду жить в гостинице Пятизвездочной Вон он клёс В море, солнце, пляж Вы рады за меня? Вот уже не думала Коля Что мы воспитаем эгоистку Мы за нее ночей не спали А она вот как с нами поступает Да, ей лишь бы отдыхать Мама, вообще-то я четыре года Работала без отпуска Ты посмотри, какая она мелочная Даже годы посчитала Хорошо, пап Мам У меня есть еще одна путевка Может быть, кто-нибудь из вас Хочет поехать, а? Доча, а помнишь, как папа научил тебя Играть на гитаре? Научил Поставил в переходе Заставил играть на гитаре А деньги забирал себе Это плата за обучение А мама в тебе души не чаяла Все для тебя делала Даже тебя стригла А, а волосы потом продавала? Да, потому что короткие стрижки Были тогда в моде Короткие, но не на лысо Вы для меня очень дороги И я вас одинаково люблю Любишь, да? И вот так вот с нами поступаешь Хорошо Вы хотите, чтобы я эти билеты Так, просто выбросила? Нет, нет, зачем? Просто возьми и отправь в Турцию нас С мамой Вот и все А я? Ну, а ты? А ты за эти две недели сделаешь ремонт в доме Ты все? А, нет А, нет Слушай, если уж мы летим в Турцию Может, ты подкинешь деньжат на экскурсию? Папа, давай, давай, давай Давай, давай Ты что, кипишуешь? Ты что, забыл, что ли? Сегодня начальник новый приезжает Точно Так, как задабривать будем? Ну, как обычно Чай, кофе Я слышал, он Хеннесси пьет Где я ему вагон Хеннесси найду? А вагон чая, вагон кофе у меня в заначке есть А ты что придумал? Открытку будем дарить Начальнику таможни открытку? Открытка, вложенная в деньги, самый лучший подарок Ага, ну, тоже правильно Мужчина, это что такое? Меньше вопросов, дольше живешь Брось, брось, это по-любому подстава Я эту схему знаю, они меченые А сейчас в маски-шоу забежит с телевидением И попрут нас с нашего места насиженного Что же делать-то, да? Что, избавляться от этого надо? Точно, избавляться Избавляться Меченые, говорю, выбрасывать надо Сжигать, не знаю, уничтожать надо Быстрее, быстрее! Подожди Вы что с баблом сделали, уроды? А вы вообще кто? В пальто, ваш новый начальник А у меня же для вас подарочек есть Вот у нас Это лично от меня Спасибо Тронут до слез Так, ладно Вы мне это за неделю отработаете Давайте дуйте на улицу Там фура стоит Там такого добра еще навал Давайте быстрее Фуре еще четыре ходки делать Давайте Вот скажите, пожалуйста Вам удобно сидеть на табуретах На вашей кухне? Да, спасибо, очень удобно О! А вот мне на первый урок вставать Неудобно Поэтому либо верните табуретки Которые я сделал Либо меняйте мне график Ну, во-первых, это сделали не вы, а дети Во-вторых, вы их продаете А это уже дело подсудное А в-третьих, что вас, собственно, не устраивает? Понимаете, я человек Употребляющий И утро у меня всегда занято Чем это оно у вас так занято, дядь Митя? Похмельем Похмельем он меня занят У меня первый урок в 8.30 И похмелье в это же время А две головные боли одновременно Я не потерю Шо? Шо? Здравствуйте, дядь Митя А, здоров, здоров Садись это надолго Садись, садись Вот, пожалуйста Поговорите с Виктором Петровичем У него, кстати, седьмой урок, последний То есть вы хотите, чтобы я поменялся с первого на седьмой? Чтоб дети не только про труд забыли, но и про спорт, да? Ну, вы сами сглупили Надежды Константиновны У него первый урок, у меня последний Вы представляете, сколько нам времени для раздолья вы сделали? Со второго по шестой урок Да, и такого графика ни одна печень не выдержит Я вам отвечаю А может быть вы просто не будете пить? Сысли Сысли, да вы Да вы понимаете сейчас, что вы такое Извините, несете Вы же ломаете систему Устоявшуюся Не отбирайте вы у учеников В детстве Ну, допустим, вот выпустится длится школа Пройдет пять лет Приедут они навстречу выпускников И какие истории они будут рассказывать Как вы в двери застряли Не бывает истории про трезвого физрука и трудовика Не бывает Так что, пожалуйста, не отбирайте у детей светлые воспоминания Спрошу А вы знаете, я решила Я избавлю детей от вас Вы уволены Оба! Ай, спасибо Ай, спасибо Спасибо За что спасибо, идиоты? За то, что у нас теперь появился прекрасный повод Ну, вот такое Но Но Если вы передумаете Звоните Ему Мой телефон в ломбарде А мы в столовой Взял? А ты А кто не пьет? А где мы видим это же помощь? Действительно Кто не пьет? На троих Все Все. Плохо. Плохо, Олежка. 31 секунда. И тут 31 секунда. Да, по-видимому, это твое любимое время. Пойми, здесь, в отличие от постельки, нужно действовать быстрее. Мой муж, когда вернется, зайдет сюда за 10 секунд и выкинет тебя с балкона. Может, он не вернется вообще, а? Вернется. Он всегда заходит неожиданно и выбрасывает кого-то с балкона. Так что давай еще раз порепетируем. Давай, сейчас, секунду. И на старт. Внимание, муж вернулся. Муж вернулся. Давай. Быстрее. Еще, 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 еще. Ну, выворачивайся. Плохо. Плохо. Еще раз. Еще раз. Что ж ты муж такой? Это все хорошее, что будет. На старт. Внимание. Муж вернулся. Быстрее, 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 быстрее. Вот. Бум. 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 Вот. Вот. Нет, еще быстрее нужно. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Сейчас это разденусь так, чтобы иду. Ну, хорошо. Сложено. Еще быстрее. Какой ты медленный. Сейчас вот буду. Сложено. На старт. Внимание. Муж вернулся. Сложено. Еще. Еще, еще. Нет, нет, нет. 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 Оси мальцы. Еще, еще, еще. 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 Да. Ровно 10 секунд. Ну, что ж. А теперь, Олежка, можешь на меня нападать. Хорошо. Порошок. Давай сегодня без меня. Эй! Олег! Викуси, я вернулся. Давай, быстрее вставай. Сваливай, ну! Викуля, а что, котлеты закончились? Так и... Это еще кто такой? Это... дорогой... Олег. И чем вы тут занимались с дорогим Олегом? Эй, ничем. Мы только репетировали ваше возвращение. И как, успехи? Очень хорошо. Я молодец, я уложился за 10 секунд. Мне теперь ничего не грозит. Я легко успею спрятаться в шкафу. Ну? И что, не спрятался? Устал. Икроножную даже потянул. Если вам не тяжело, вызовите мне скорую. Я поеду. Скорую-то я вызову, конечно. Опас. Но только чуть позже. Нужно еще кое-что порепетировать. Еще репетировать. Угу. Вы бы не могли пройти к балкону или вам помочь? Пройти к балкону. Все. Знаете, если вам не тяжело, помогите мне, пожалуйста. Ну? Если вы так просите, будьте добры. Может, не надо? Не надо? Может, не надо? Спасибо. Ну? Че снишь? Вызывай две скорые. А зачем две? Сейчас узнаешь. Не надо. Нет, нет, нет. 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 Борщ будешь? На троих. У меня дома. Это что происходит? Любименький, я хотела сделать тебе подарок. Подарок? Я так вижу, ему ты подарок уже сделала, да? Судя по его довольной роже. Или ты с такой дебильной улыбочкой по улице ходишь? Сейчас я тебе кисточку отрывать буду. Вы неправильно все поняли. Эротическая живопись это искусство. Мы составили шедевр. Шедевр? Молчи. Я за искусство все знаю. Цена ж картины повышается, когда художник творить не может. Вот я тебе, когда твою кисточку оторву, ты уже такое в спальне моей творить не сможешь. Иди сюда, я тебе сказал. Но мне моя кисточка еще нужна у меня дома. Своя натуршица есть. Слава! Тогда я из тебя Ван Гога делать буду. Только я тебе не только ухо оторву, а еще и зубы. Ну? Ну, это же картина была специально для вас. Ваша жена попросила. Я хотела сделать сюрприз на твой день рождения. Офигенный сюрприз. В смысле, картина была бы сюрпризом. Ну, согласитесь, получилось прекрасно. Какие формы, линии, какой изгиб. А, какой изгиб? Я этот изгиб видел еще, когда он был реально как на картине. Между прочим, женщина, как дорогое вино, с годами становится лучше. Скисни. Да, некоторые моменты я, конечно, приукрасил. Некоторые? Да ты полный апгрейд сделал. Посмотри на ее попку. Это же, это же крепкие орешки. А тут вот апельсины и такие уже полежавшие. Ну, да, шлиф меня довольна. Хех, она довольна. Да и другим тогда получить удовольствие. Коллега, а что вы думаете по поводу груди нашей натурщицы? Ну, они как гончие псы, которые устремлены к сердцу мужчины. А мне вот больше они напоминают спаниеля, который потерял своего хозяина. Знаете что? А сами посмотрите на себя. Один рисует раз в месяц, а второй обещал принести кисть для побелки, а у самого кисточка для подводки бровей. Все, я ухожу, а вы меряетесь своими кисточками сами. Да, я, пожалуй, тоже пойду домой. А-а-а-а-а-а, тебе домой мы пойдем вместе. Теперь я буду рисовать твою натурщицу. А если я не соглашусь? Ну, тогда тебя нарисуют, точнее, обрисуют. Мело. Ну, только такие не очень профессиональные художники. А-а-а-а-а-а! На троих